Ну что, уважаемые коллеги, может быть мы начнем наше заседание? У нас сегодня заседание Бюро совместно с ученым советом Института Славяноведения. Вы все хорошо знаете, что 21 августа этого года исполнилось 80 лет выдающемуся ученому-гуманитарию не только России, ученому-инциклопедисту Вячеслава Всеволодовича Иванова. Ну, сегодня будет очень много выступлений, искренних и от души. Я уверен, что несмотря на то, что этих выступлений будет много, но в полной мере рассказать о творчестве и о жизни этого удивительного человека будет, конечно, очень-очень непросто. Вячеслав Всеволодович очень рано, несмотря на все трудности детства, проявил независимую способность, талант. Очень рано произошло его духовное нравственное становление, конечно, благодаря, прежде всего, семье, отцу, маме Тамаре Владимировне и близкому окружению. Вячеслав Всеволодович, если позволите, то приветствую я на сну приветственного адреса визита, потому что есть такое приятное приучение, и там очень много прилагательных, и так, конечно, далеко не все. Глубковожаемый Вячеслав Всеволодович, Президиум Российской Академии Наук сердечно поздравляет вас, выдающегося филолога, одного из крупнейших представителей современной гуманитарной науки, действительного члена Российской Академии Наук с 80-летием, со дня рождения. Вознавление ваших творческих интересов случилось очень рано. Важнейшую роль в этом сыграла культурная атмосфера вашего дома, личность вашего отца, писателя Всеволода Иванова, человека широких духовных запросов. Ученый-энциклопедист, вы принадлежите к тем классикам гуманитарного знания, число работ которых составляет четырежзначную цифру. Более 1500 исследований такого в результат вашего подвижнического труда. Своими сочинениями вы обогатили лингвистику, литературоведение, фольклористику, историю, теорию культуры и многие другие области современного гуманитарного знания. В рамках поздравительного адреса невозможно даже обозначить те направления науки, по которым вы оставили глубокие разработки. Это и общие проблемы генеалогических классификаций языков мира, и славянский языкознания, индоевропейстика, анатолийские языки, связи с древнейшей историей археологии Малой Азии, тахарский язык и санскрит, балтийские языки. Подлинным открытием стало подготовленной вами совместно с академиком Гомкрелидзе монография «Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ про языка и протокультуры, поражающее богатство материала, глубиной его осмысления, смелостью и яркостью выявленных междисплинарных связей. Ряд крупных исследований вы посвятили фундаментальным вопросам общего языкознания, в частности происхождению языка, соотношение синхронических типологий с дехронической теорией перевода нейролигвистики. Вы автор многих трудов по фольклору, мифологии, этнографии, совместно с академиком Топоровым вам принадлежит один из самых смелых экспериментов лингвистической палеонтологии, попытка на основе анализа фольклорных текстов реконструировать мифопоэтические тексты на языках, не зафиксированных на письме про славянском и перебалтийском. Вы являетесь центральной фигурой отечественной семиотического движения. Более полувека назад постояли у истоков совершенно новых научных направлений, связанных с синтезом гуманитарного и естественно-научного математического знания. Ваши заслуги получили широкое признание в России и за рубежом. Многие из ваших работ переведены на западные и восточные языки. Вы избраны членом ряда зарубежных научных сообществ, среди них Британская Академия, Американская Академия Наук и Искусств, Латвийская Академия Наук и другие. Вы удостоены Ленинской государственных премий, премии президента Российской Федерации, награждены почетной медалью Колледжа де Франс. Вам всегда была дорога, живая жизнь литературы. Дружеские отношения связывали вас с Пастернаком, Ахматовым. В детстве вы не раз видели горькую. Вы являетесь подлинным носителем выдающейся традиции отечественной культуры. Свойственное вам блестящее литературное мастерство проявилось в ваших стихах, переводах, в вашем научном творчестве. Все, кому довелось общаться с вами, привлекает сама ваша личность, человеком неординарно мыслящего, широких демократических взглядов, открытого и доброжелательного. Дорогой Вячеслав Всеволодович, президент Российской Академии Наук желает вам доброго здоровья, благополучия, новых выдающихся достижений на благо отечественной науке всего нашего общества, президент Российской Академии Наук Академии Костюк, главный ученщик президента Российской Академии Наук Академии Костюк. Дорогие друзья, конечно, еще раз повторяю, будет много поздравительных, теплых слов. Меня очень многое поражает в судьбе, характере и науке в творчестве. В числа все лучше. Ну, будут тут выступать и говорить об обкладе и языков знаний, лингвистике, технологии, электро-кроведения и так далее, и так далее. Но у меня вот два сюжета в вашем творчестве. Первый – это исследование, посвященное русской ортодоксальной православной церкви на Алясской и Русской островах. Мне просто пришлось в 70-е годы работать в экспедициях и американской, и канадской, Аляски, и на Алясских островах. И до сих пор коренные жители Аляуты и Эскимосы и другие помнят Гишипа и Вениаминова. И помнят вот тот огромный вклад русских людей, русской культуры и русской православной церкви. Ну, действительно, это удивительно, что Иннокентий Вениаминов не только написал прекрасные исследования по этнографии, истории Аляута, но и он создал грамматику. И когда русские уходили с Аляски, то каждый пятый Аляут был граммат. В то время в России это в лучшем случае был каждый 20-й, каждый 50-й. И, как бы, заложь бы небольшой сюжет этой работы Вячеслава Всеволодовича о доместикации лошади, о времени и месте. И меня вот поразило это исследование, хоть я лет 30 занимался этими сюжетами, скажем, прекрасной работы Олсона, Марше, Любитон, работа у нас в экспедиции, очень талантливая молодая исследовательница. Вот это работа из Айберг, у нас еще докторскую диссертацию Шнирельман, Алексеева и других. Но вы нашли совершенно новый сюжет и новое убедительное показательство. Ведь лошадь сыграла, конечно, в судьбе цивилизации человечества огромную роль, как и колесо. Потому что с одомашними лошади начались вот эти большие, куда существует переселение народа. Вот эти вот огромные движения, не только индуевропейцы, эти движения были и до них, и после них, и так далее. Одним словом, не преклоняться, то и двое, и не восхищаться вашим талантом, сделанным, просто невозможно. Давайте посоветуемся. Есть предложение вначале послушать нашего юного юбиляра. И вот по богатству, по колориту творчества, я не имею в виду вот эти многие годы, а вот последние 2-3 года, ну, вам можно дать лет 20-25, вы действительно находитесь в самом таком расцвете своей мудрости, своей приверженности к науке и так далее, и так далее. Слава Алексеевич, пожалуйста, можно, не вставая с места, вам. Как вы можете сказать? Вы знаете, я хотел вспомнить немного некоторых из членов корреспондентов и действительных членов нашего отделения, с которыми мне приходилось встречаться, общаться, что-то вместе делать. разумеется, я упомяну только немногих, так мне посчастливилось, что я многих из них знал, но более или менее в том порядке, в котором я с ними знакомился, я хотел бы сказать о некоторых, скажу буквально несколько слов, о других больше, вероятно, все заслуживают более подробного воспоминания, но я думаю, что вообще нам нужно обращаться к истории и всей нашей академии. Вот когда просматриваешь книжку, где упомянуты все наши члены и иностранные члены, то думаю, что это все-таки большая часть истории мировой науки, и может быть, мы все-таки в недостаточной и малой степени сами об этом помним. Так что, то, что я сейчас буду говорить, это одно из многих напоминаний, которые мне кажутся необходимыми. Я должен сказать, что так получилось, что я визуально многих членов нашего отделения видел еще, ну, на границе детства и отручества, в эвакуации в Ташкенте, по каким-то чисто житейским причинам. Часто бывал в здании, где тогда жили эвакуированные академики, с некоторыми из которых мне пришлось иметь дело позже. Но лекции одного из них я послушал тогда же в Ташкентском университете, когда был, ну, шестиклассником, значит, соответственно, мне было тогда 13 лет, и я был на лекциях одного из самых тогда пожилых историков наших, Роберта Юрьевича Виппера. Он читал лекции о поздней античности. Это была очень старая манера лектора. Вы знаете, лектор должен был знать практически наизусть в свой курс, ну, как Ключевский. Пользовались манжетами, старая система, да, то есть лектор как бы имел шпаргалку, но ее не должны были хорошо видеть студенты. Это все происходило в Ташкенте в университете. Количество студентов было не очень большое, это уже шла война. Ну, так вышло, что вот меня старшие по возрасту друзья моей старшей сестры уговорили ходить на эти лекции, это было чрезвычайно интересно. Следующий человек, который много значил для выбора моей научной дороги, был член-корреспондент Академии наук, замечательный иронист Фрейман. Он в 1948 году напечатал в известиях отделения литературы языка свой доклад, сделанный гораздо раньше, о том, что нового означает хетский язык для сравнительной исторической грамматики индоевропейских языков. Эта публикация была во многих отношениях удивительной, потому что Фрейман совершенно не соблюдал никаких правил научной и даже политической цензуры, там свободно обсуждал взгляды лингвистические князя Николая Сергеевича Трубецкого, о котором, если писали, то в самых негативных выражениях обычный, знаете, что целый процесс наших историков и филологов-словистов был связан с обвинениями в их отношениях к Трубецкому и Капсану. Поэтому эта статья вообще была удивительной по своей смелости, была напечатана без всяких цензурных купюр, но кроме того, в ней я впервые узнал о том, как много интересного содержат тексты и данные хетского языка, и твердо решил, что надо этим заниматься. К тому времени я занимался уже патерсонно-санскритом, поэтому было понятно, как пойти. И потом для меня было большой радостью то, что когда я написал уже диссертацию, кандидатскую тогда о хетском языке, к ее защите Фрейман прислал телеграмму, свой отзыв на автоэфферен, где он меня очень хвалил, а потом он оказал, когда эту кандидатскую защиту решили переделать в докторскую, он был одним из трех главных оппонентов. Ну, я и потом с ним общался с большим интересом. Он занимался главным образом средневековыми иранскими языками Средней Азии и Туркестана, которыми я потом тоже стал заниматься. Но я хотел бы сказать еще о другом, втором оппоненте на этой докторской защите. Это был историк. Ну, знаете, тогда историческое отделение было отлично от литературы языка, но вот этот историк имел, было просто написано в перечне академиков, академик-историк, участвующий в работе отделения литературы языка. Это был Василий Васильевич Струва, знаменитый египтолог. Ну, знаете, меня он тогда совершенно поразил. Я студентом в начале аспирантуры пришел к нему с вопросами, которые касались его работ по истории вот тех самых хетов, которыми я как бы по научению Фреймана стал заниматься. И я помню этот разговор в гостинице «Москва» был совершенно фантастический, потому что историк стал мне рассказывать, как нужно толковать билингвы хетско-акадские, переводя очень точные сведения о том, какие там встречаются акадские формы. То есть он хорошо знал грамматику семейских языков. Замечу, что он прежде всего все-таки был крупнейший египтолог, ученик Тураева. И потом так мимоходом что-то стал со мной обсуждать по поводу древнеперсидского языка. То есть он действительно, как филолог, владел практически всеми древними языками Ближнего Востока. Он хорошо знал детали их грамматики и лексики. Я потом с ним много общался. Мы, скажем, вместе выступали оппонентами на одной защите депутации по хатскому языку, которую он тоже вполне со знанием дела оценивал. Ну и так далее. Он всегда проявлял ко мне большое внимание, пытался как-то помочь в трудные моменты жизни. Но я об этом сейчас подробно говорить не буду. Скажу только, что благодаря нему я также близко подружился с его учеником, египтологом Михаилом Александровичем Коростовцевым, который потом был избран тоже действительным членом Академии. И здесь начинается часть моего короткого сообщения, к сожалению, насыщенной деталями, которые связаны с эпохой террора. Вы знаете, Коростовцев был в конце войны послан в Египет, египтолог, он как дворянин не мог поступить в Ленинградский университет сразу после революции, и тогда решил плавать, записался матросом. Талантливый человек, скоро сделал карьеру, стал капитаном корабля, но естественно, что он стал членом партии. Но египтолог, член партии, хорошо знающий иностранные языки, он был послан с особыми заданиями в Египет. Во время войны всегда отличался широтой разных своих интересов и в жизни. И когда узнали, что у него роман с какой-то английской женщиной, его без долгих разговоров посадили в самолет, и он оказался уже сразу под Москвой в тюрьме, где его пытали, требуя от него, чтобы он подписал бумагу о том, что он английский шпион, он физически очень крепкий и сильный человек, один из немногих, кого я знал, из тех, кто испытал настоящие пытки, он мне рассказывал некоторые подробности. Но потом, конечно, это сказалось в конце его жизни, он тяжело болел, но тогда он отказался это подписать. В общем, его не расстреляли, но он получил какой-то большой срок, но сразу после выхода из заключения написал свою замечательную новую египетскую грамматику, которая издана по-французски и пользуется большим признанием. Я не раз ее обсуждал с мировыми египтологами, они все высоко его оценивают. Человек, он был замечательный и много удивительного рассказывал и о своей жизни, и о Египте, которым он занимался в разных планах и так далее. Следующий, о ком я хочу рассказать, это замечательный ученый, который был избран членом-корреспондентом Академии наук в тот год, когда я родился в 1929 году, то есть вот, значит, сейчас 80 лет с тех пор, как Ян Марцевич Энзелин, великий латышский лингвист, филолог, был избран членом-корреспондентом, тогда иностранным членом-корреспондентом Академии наук. Замечу, что это было в момент не очень ласковых отношений, когда не получалось еще жить в мире без России, без Латвии, как сказал Маяковский, вот это было трудно, но Латвийская Академия выразила в свое время свой интерес к русской науке, а русская Академия к латвийской науке. Энзелин был действительно великий ученый, он создал науку о латышском языке, о отношениях балтийских языков между собой, о русском языке и многое сделано для изучения балтославянских исследований. Аспирантом я изучал его работы. Вы знаете, мы, я имею в виду ту группу молодых ученых, к которой я относился, с которыми я близко дружил, с которыми я вместе работали, ну в частности Владимир Николаевич Топоров, мы старались хорошо знать современную нам науку, то есть старшее поколение. Знаете, я не хочу хвастаться, но тем не менее, просто чтобы было понятно, о чем я говорю, вот я в Осло был совсем молодым человеком в нашей делегации и много разговаривал с великим французским лингвистом Бенвинистом. И как-то в конце наших двух или трех дневных разговоров, когда я Бенвинисту что-то сказал о его работе, о языке пчел, он мне сказал, вы знаете, я почти уверен, что вы читали все мои работы. И другая американка мне сказала то же самое. Это объяснялось, вы знаете, нашей боязни изоляции. Мы очень боялись, что по условиям того времени мы чего-то существенного не будем знать. И поэтому старались знать, может быть, даже больше, чем это необходимо, то есть в смысле, может быть, это была даже некоторая излишняя работа для памяти. Но я также уверен, что вот Энзелину, скажем, я знал просто почти все и даже больше из моего рассказа будет видно, чуть-чуть больше, чем с его точки зрения было нужно. И я написал одну работу по акцентологии, которые потом более успешно занимались, чуть позже вошедшие в эту науку, как присутствующий Володя Дубу и другие. Вот тогда я начал занятие акцентологии и прочитал все, что мог об Энзелине. Энзелин сделал очень важное открытие. Он открыл в латышском языке три типа музыкального ударения, интонации, и Энзелин открыл происхождение одного из них, который звучит даже совсем не как интонация, а как гортанный взрыв, да, там как лабрит, доброе утро и так далее. Вот я написал на эту тему работу. Когда приехал в Латвию, даже был командирован в качестве аспиранта туда, постарался разыскать Энзелина. Оказалось, что это не так легко. Он жил в своем давнишнем поместье, оно у него осталось, это было именно поместье на берегу Даугова. Он назвал это место Нака, что по-латышски значит место, к которому приходят от латышского Накт, приходить. Он встретил меня очень дружелюбно. Он вообще учился когда-то в Харькове, это школа потебни. Значит, к тому времени, когда я с ним познакомился, это был 1953 год, я был на втором курсе аспирантура, ему было как раз 80 лет, он еще довольно долго жил после этого. Он был очень погружен в свои научные занятия. В это время он писал большую книгу о топонемике Латвии, два тома были вскоре изданы, он мне их присылал. Я провел у него целый день в этом поместье, оставил ему свою работу. Знаете, такие времена были странные, ведь напечатать просто на машинке работу где очень много всяких диагритических значков и так далее. Довольно сложно, поэтому я по старинке просто аккуратно ее переписал для него и дал ему рукописный экземпляр. Он оставил у себя, сказал, чтобы я потом приехал. Через некоторое время я второй раз к нему приехал, опять у него он провел целый день. Он меня кормил какой-то национальной латышской кухне, объясняет. Это, знаете, как в сказке каша с кисельными берегами, вот он мне объяснял. Он очень хорошо знал старинный русский язык, знал хорошо русский фольклор, сам занимался очень много латышским фольклором, издавал дайны, латышские песни с замечательными комментариями. Он создал сравнительную грамматику латышского языка, но вот для этого хорошо изучил и все языки вокруг. То есть он был один из главных специалистов в это время в этой области. Конечно, возраст сказывался. Он мне жаловался, что он совершенно не мог спать. Он продолжал работать и мозг не выключался. Говорит, что это было просто постоянное его состояние. Не то, что бессонница, отсутствие сна, но продолжал работать. Когда я приехал второй раз, он подробно со мной разобрал мою работу, был доволен, как я использовал его труды. Но мне уже по дороге к нему меня везла одна его старая ученица. Она мне сказала, что есть одна только большая проблема. Он в свое время очень поссорился с одной своей ученицей, которая была его женой. Они расстались, и он очень не любит разговоров, где она упомянута. На беду я вот вам сказал, что я слишком много читал его. Я читал его курс лекций, изданный этой женой. И Энзелин хвалил меня, а потом сказал, знаете, ну, все-таки у вас есть в том, что вы касаетесь моих работ, все-таки у вас есть одна неточность. Вот вы ссылаетесь на это издание, там ведь не изложены настоящие мои мысли. Я говорю, да нет, вроде это, нет, это не могло быть. Значит, вот эта женщина не могла правильно изложить то, что он думал. Ну, видите, наши такие великие люди не чужды каким-то слабостям такого рода. Прошло несколько лет, и ситуация стала меняться. Вы знаете, ведь то, что произошло в этих балтийских странах, это очень медленный процесс, который занимал длительное время. И вот, хотя Энзелин был уже великий ученый, всеми признан, и началось издание его собрания сочинений в Латвии на немецком, русском и латышском языках. Но такое официальное признание пришло, когда ему исполнилось 85 лет. И вот мы с Топоровым получили командировки, едем на общее собрание интеллигенции города Риги, посвященное 85-летию великого ученого Энзелина. Выходит газета, где, в частности, моя статья о нем по-латышски напечатана. И мы вместе со всеми, с известными латышскими поэтами, которых я знал и переводил в это время, мы ждем, когда приедет Ян Марцевич, и он не приезжает. И ко мне подходят мои друзья и говорят, что Энзелин говорит, что он бы приехал с латышской интеллигенцией города Риги, он готов встретиться. Но он не признавал власть Ульманис, такого диктатора, который некоторое время правил независимой Латвии перед ее концом. Он не признавал гитлеровского гаулятора при Балтике. И он не хочет приезжать на эту встречу, на которую приехало все тогдашнее латышское руководство партийное и советское. К нему отправилась делегация латышская, интеллигентов, которые хотели ему внушить, что вот его в этот день приветствует латышский народ, а не правительство. Он согласился. Через два часа он приехал, все мы дождались, сказали свои слова. Меня с Топоровым он позвал к себе домой, но на официальный правительственный прием не приехал. Он продолжал показывать, что он прямо к этой власти отношения не имеет. Но повторяю, так же, как он не имел отношения к нескольким предшествующим властям. Еще одна есть интересная деталь в биографии Энзелина. Сейчас это можно восстановить, поскольку вышло все его не совсем полное, но все-таки большое собрание сочинений в нескольких томах. Там есть одна его статья по-латышски, очень короткая, где он обращается в 30-е годы к латышской интеллигенции, говорит, хватит писать по-немецки. Для чего вы это делаете? Мы не для того получили независимость, чтобы насаждать немецкий язык. Это была очень серьезная проблема, и вы знаете, что была некоторая опора как раз для гитлеровцев, когда они пришли в Латвии. То есть проблема латышского языка стояла очень остро. И потом, то есть это нужно все понимать. Я думаю, что у нас немножко примитивизировали все проблемы латышско-русских отношений, потому что мы недостаточно были в курсе дела, недостаточно понимали, что вот интеллигенция поколения Энзелина, она была всегда на стороне России в этом противопорстве с немецкой культурой, с анимечиванием, которое там длилось на протяжении нескольких веков и освещено в латышской поэзии и так далее. Так что я думаю, что сама по себе история Энзелина как члена Русской Академии достаточно интересна. Я хочу перейти к некоторым более вам известным людям. О каждом из них скажу немного, но может быть то, что совсем или мало известно. Так сложилась моя студенческая и потом аспирантская жизнь, что мной довольно рано заинтересовался Виктор Владимирович Виноградов. Замечательный ученый, я думаю, при том, что его имя не институт и так далее, все-таки, может быть, не все отдают себе отчет в том, насколько он замечательный не только как лингвист, а как создатель такой новой науки, которой, собственно, и нигде в мире не было до него. То, что называют иногда лингвистилистикой, науки о том, как исследовать языковыми методами стиль поэта-писателя. Я думаю, что все знакомые с его двумя написанными в ссылке работами о Пиковой даме просто не могут не поразиться тому, как гениально, нет других слов, Виноградов описывает особенности стиля Пушкина. Используя, кстати, он сам это знал и говорил об этом, основную идею Бахтина. Идея такая, что у каждого персонажа есть как бы своя зона, своя речевая область. И прозаический текст типа Пиковой дамы строится на тонкой игре разных частей, которые изложены с точки зрения разных персонажей. Вот это большое открытие, и оно теоретически было сформулировано Бахтиным, но развито на этом материале Виноградовым, как и многое другое, что он сделал в его книгах о стиле языка Пушкина, замечательном. Я думаю, что судьба Виноградова вот к тому времени, когда мы с ним близко сошлись, показывает, знаете, какую страшную вещь человеку, и особенно большому человеку, большому ученому, так получается, что можно перенести трудности. Его трижды арестовывали. Он был в тюрьме, об этом подробно написано, вот в изданиях Института Словиноведения. Он был вот одним из молодых обвиняемых по делу словистов, о котором я уже упомянул. Их обвиняли в связи с русской эмиграцией. Потом его еще два раза ссылали. Помог Ушаков, поскольку Виноградов был одним из главных соавторов знаменитого словаря Ушакова. Это помогло Ушакову один раз его вернуть, но потом его все-таки снова ссылали. Конечно, три ареста и три ссылки, достаточно тяжелые испытания. Мне Виноградов говорил, что самое мучительное было, когда ему следователь объяснял, что он фашист и долго уговаривал, убеждал его, что он фашист. Это еще до начала войны было. Вы знаете, и все это он пережил и писал замечательные работы, как вот эту огромную книгу «Русский язык», которую все знают, после этого. Что было почти невозможно после этого пережить, это вознесение. Когда его, сейчас мы можем это сказать, в результате некоторой закулисной борьбы, которая произошла после статей Сталина «Языкознание», его, та группа, которую мы сейчас бы назвали русской, может быть, даже националистической группой, выдвинула в руководителя. Виноградов был русский православный человек, целиком погруженный в традиционную русско-православную культуру и традицию, хорошо ее знавший и абсолютно презиравший внутреннюю советскую власть, очень был иронический, блестящий своем остроумный человек. Но вы знаете, когда его Маленков по согласованию со Сталиным пригласил к себе и фактически назначил наместником Сталина «Языкознания», это было именно так. все-таки он не мог выдержаться. Он написал все это бесконечное количество статей, которые требовалось, и какое-то время он старался не совершать ничего особенно плохого, но в некоторых вещах сам потом, о некоторых вещах говорил потом, к сожалению. Тем не менее, он оставался большим ученым, и я был доволен тем, что в течение трех лет много с ним работал. Он меня назначил своим заместителем в журнале «Вопросы языкаознаний». Было новое время, начиналась уже относительно более вольная эпоха оттепеля, и мы довольно много могли сделать. Благодаря нему я оказался на том конгрессе, где, как я говорил, я общался с бенвинистом и так далее. Виноградов читал первую мою студенческую работу, еще когда я был на первом курсе, ему мой учитель Николай Семенович Поспелов дал ее, потом говорил, что Виноградов ее возил, он читал лекции в Ленинграде, возил в поезде, читал. И потом я ходил на какие-то его курсы, а дальше он какие-то первые мои публикации «Вопросы языкаознаний» оценил. Для меня делал исключение. Я могу, вы меня поймете правильно, я не собираюсь сейчас что-то придумывать. В течение длительного довольно времени Виноградов очень хотел всячески помочь моему продвижению в науке, там, в Академии наук и так далее. Ему помешали, собственно, политические события, мое поведение. Я тоже не буду сейчас обо всем этом говорить, но для меня несомненно, что он мне предстал в наиболее таком очеловеченном и приятном обличье. Для многих людей он был в воплощении иронии и презрения. Честно вам сказать, очень мало ученых, которых бы он не презирал глубочайшим образом. Многие из них, конечно, не так себя вели в эпоху, когда его арестовывали, давали какие-то основания для его презрения. Но тем не менее, вот эта разлитая ирония и желчь, она многим была трудна, тем более, что иногда при этом он выдвигал на первое место людей, может быть, и не столь замечательных, но просто ничего плохого ему не сделавших. Все это создавало какую-то трудную человеческую ситуацию, хотя при этом, повторяю, он оставался замечательным мужчинам. В конце жизни возникла несколько неожиданная для меня ситуация. Я уже мало виделся с Виноградовым, вот эти политические обстоятельства как-то нас развели, но с ним продолжала поддерживать очень близкие отношения Анны Андреевны Ахматовой, с которой я к тому времени подружился. Я вам расскажу довольно драматический момент. Я получил из города Владимира большой пакет, в котором были тексты, написанные очень мелким почерком с большим количеством формул. Обратный адрес был Владимир Тюльма, Рейбольд Кеменов. Это был крупный математик, который выступил с такими обращениями к нашему Верховному Совету с протестами против подавления венгерского восстания. Был арестован и в тюрьме во Владимире занимался математической лингвистикой. Прислал мне как специалисту собрание разных своих работ, обсудив, что можно сделать с тогдашней помощницей президента Академии Келдыша, я обратился к двум мне знакомым академикам, Виноградову и Конраду, с просьбой поддержать меня в попытке освобождения Пеменова. Мы мотивировали это тем, что талантливый ученый, математик, занимается такой новой областью науки. Виноградов долго со мной разговаривал, а когда я шел к Виноградову, я случайно просто в этот день виделся с Анной Андреевной Ахматовой и рассказал ей, о чем я с ним буду говорить. Собственно, последний наш разговор с Виноградовым. Она мне сказала, что я надеюсь, что он все-таки все сделает, как он должен сделать. Он действительно все сделал, подписал, как и Конрад. И Келдыш, который обладал тогда колоссальной властью в стране, он был один из двух главных руководителей космических полетов, он добился освобождения Пеменова, и через месяц Пеменов приехал и благодарил Виноградова и Конрада за то, что они ему помогли. И теперь несколько слов о Конраде. Если вы еще не очень устали, я готов прерваться в любую минуту, но еще хочу о двух людях хотя бы очень коротко сказать. Вы знаете, рассказ о Конраде, может быть, должен быть еще более драматичным, чем рассказ о Виноградове. Он тоже был жертвой террора. Он был арестован перед, почти незадолго до, не только начала большой войны, но незадолго до начала больших пограничных конфликтов с Японией. Вы помните, были озеро Хасан и Холкингу. И оказалось, что Япония как бы готова к нападению на Россию. А Конрад, который готовил японистов, в это время был арестован. И практически почти все специалисты, которые могли бы готовить японистов, были к тому времени арестованы, но за очень малыми исключениями. Конрад мне рассказывал, что в лагере ему очень помогало его хорошее знание древнеяпонской литературы. Вы знаете, эта литература очень интересна. Это изысканные истории, написанные главным образом подругами-любовницами японских императоров с очень сложными сюжетами. И Конрад хорошо их помнил. И он говорил, что это расположило к нему всех уголовников. Уголовники собирались с большими группами. Значит, Конрад им объяснял содержание этих замечательных древнеяпонских книг, которые он частично сам до этого времени перевел. Когда вышел один день Ивана Денисовича, Конрад, который часто в то время со мной встречался, был очень недоволен. Он мне говорит, нет, Солженицын все излагает неправильно. Мы бы все не выжили. На самом деле везде и в лагерях тоже были добрые люди. Он считал, что эта книга Солженицына носит на себя отпечаток, ну вот такое деление людей на белое и черное, противопоставление, которое не учитывает сложности человеческой психологии и поведения. Конрад был христианином. Знаете, он давал очень много денег на церковь, которая стоит возле этого дома академиков на Ленинском проспекте, где он жил. И он много значил для той церкви. Он был действительно очень добрый человек и старался помочь очень многим людям. Было очень интересно. Он с удовольствием участвовал в разных начинаниях, которые мы тогда предлагали. Например, нужно было устроить Бахтина в богодельню под Москвой. Он написал нужные бумаги. Бахтин был устроен. Потом Бахтин мне говорит, да, вы рассказываете, что это все сделал Конрад. Знаете, мне очень интересно, потому что оказалось, что Бахтин, который до своего первого ареста входил в такие мистические петербургские кружки, помнил Конрада по времени, когда у Конрада его такие религиозные озарения были связаны с некоторыми надеждами на перемены, знаете, в духе конца 12-ти Блока. Когда-то мне Пастернак говорил по поводу замысла доктора Живака, что это же время, когда Блок писал 12, только когда предполагалось, что за христианством будет дальше что-то вроде социализма. Вот Конрад, несомненно, из этих настроений исходил. Для того, чтобы понять, что он писал в 20-е годы, я думаю, это очень важно. И Конрад, конечно, очень много сделал для развития нашей культуры в те более свободные годы. Вот вместе с Виноградовым они издавали журнал «Вестник истории мировой культуры», который по тем временам был все же очень свободным журналом. Еще два человека, о которых я упомяну, и на этом я кончу. Один был Виктор Максимович Жермунский. Уже опять не буду повторять истории с тремя арестами. Это было опять три ареста. Потрясающе интересная история его освобождения из-под стражи и заключения уже в блокадном Ленинграде. Но сейчас не буду это все рассказывать. Нужно просто отдельно написать его несуществующую биографию, потому что все существующие биографии не передают степень того, как много ему пришлось пережить. И тем не менее он оставался оптимистичным, очень разнообразным и много работающим ученым. Мы с ним много соприкасались и в лингвистике, и в степологии языка, и в занятиях Ахматовой. С Ахматовой он продолжал дружить. И вы знаете, это была странная ситуация, потому что Ахматова ко мне очень хорошо относилась, но очень любила Жермунского, с которым ее связывала многодесятилетняя дружба. И она не раз мне звонила и говорила, знаете, Виктор Максимович волнуется. Он говорил доклад о вас, а вы сидели и слушали, и он очень волнуется, как вы восприняли. Для Жермунского реакция нас, совсем молодых людей, была очень значительная. Мне рассказывал Лихачев, уже для поколения Лихачева, Жермунский был мифологической фигурой. Почему? Вы знаете, это удивительный рассказ. Лихачев мне говорил, мы любили ходить в Петербургскую филармонию. А Жермунский не просто любил ходить в филармонию, он туда приходил как домой, он брал с собой, представляете себе, позднее, такой академичный, вполне корректно себя ведущий профессор. А это молодые годы Жермунского, когда его боготворила петербургская молодежь Лихачевского возраста, Жермунский приходил со своей простынёй в филармонию, расстилал простыню и ложился на неё, потому что он должен был наслаждаться музыкой. Знаете, он в это время писал о религиозном отречении в немецком романтизме и так далее. Те книги, которые только сейчас переизданы, Жермунский был выдающимся деятелем вот этого позднесимболистского времени, времени перехода к тем, кого он назвал преодолевшие символизм. Ну, и я уже упомянул Лихачёву, и не буду вам повторять опять тех слов. Понимаете, это, наверное, не случайно, что наше отделение, в частности те люди, с которыми мне довелось при разнице в возрасте дружить, все испытали на себе следствие террора, но нашей довольно близкой дружбе Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым, конечно, помешало и вторжение властей, партийных властей уже в позднее время. Мы что-то вместе делали, и Лихачёв вдруг перестаёт, говорит, когда приходит на один мой доклад, очень специальный о метрике в Ленинграде, и мы вместе выходим, идём в гардероб, и он мне в полголоса говорит, вы понимаете, что сейчас из страны выслан Солженицын, и поэтому вот мы оба в особом положении. Оказывается, тогдашний хозяин, партийный босс Петербурга, Романов, в ответ на жалобу Лихачёву, что его как-то притесляют, в частности, не пустили в очередной раз, не больше, не меньше, как и в Болгарии. Романов ему говорит, а никуда и не пустим, и вообще нужно с вами поступить по всей строгости, потому что вы друг четырёх наших врагов. И перечисляет Роман Икапсон, Солженицын, Эдкин, который только что был вынужден уехать в эмиграцию, и я. Лихачёв был весьма обеспокоен, потому что трое из этого списка находились в недосягаемости, а я был вполне досягаем. Потом он понял, что всё это не так страшно, что всё-таки это ограничивается Ленинградом, где я не жил. Но, тем не менее, конечно, ему, старому, Соловчанину, и человеку, который Солженицыну много рассказал про Соловки, потом он сам об этом написал в своих воспоминаниях, для Лихачёва всё это создало очень большие трудности в последние годы его жизни, поэтому, пожалуй, вот это из таких невесёлых историй, которые я сегодня вынужден вам рассказать, пожалуй, эта история может быть одна из наиболее грустных. То есть я думаю, что при том, что ему суждено было очень долго прожить, но ему суждено было испытать и несколько витков этого преследования властей, от которого трудно укрыться. Ну, я надеюсь, что это будет только начало, и со временем я смогу продолжить и рассказать, может быть, даже и более весёлые истории из жизни наших коллег и некоторых других, которые входили в другие отделения. Но сегодня спасибо вам за внимание. Спасибо большое, Дмитрий Славкович. Спасибо. 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 Спасибо.